Подозрительные люди, мы как бы их отправляли на СБУ. Дальнейшая и дальнейшая жизнь, как бы, уже мне без интереса. Я хотел бы просто, как бы, знаете, я вообще сам славянский, со славяной у меня славян. Я хочу просто обратиться к своим землякам и передать им такие сообщения. Мне за вас стыдно. У меня просто обливается сердце кровью за то, что мой город разбит. Люди с других городов проезжают, чтобы эта сволочь не вошла на нашу территорию. А вы смотрите, как люди гибнут. Вы смотрите телевизор. Сейчас уже, как бы, несложно включить интернет, посмотреть, что творится в мире. Вы это все прекрасно видите. И продолжаете сидеть дома. Продолжаете ходить по ресторанам, по кабаках. Девочки, собачки, как вот говорит мой товарищ. Мне просто за вас стыдно. Дети, мы когда уходили, мы когда уходили из Семеновки, на следующий день, когда город был пустой, дети по 16 лет брали автоматы, щелкали затворами, а их потом убивали, расстреливали. Дядьки, которым по 40, по 50 лет, которые вот такие вот, громные, они сидят дома, спрятались под юбки своих жен. И только с бокалом пива он рассуждает о войне. Мы их выгоним. Да не выгоните вы их. Если мы туда не придем. А мы туда придем обязательно. Потому что это мой город, это моя земля. Я буду грызть, я буду рвать, я буду убивать каждого, кто обидел моих родных, моих близких. Я не убежал, я просто отошел, был такой приказ. Был такой приказ, я не убежал. И уходить я не хотел бы. У нас был приказ стоять, мы стояли, дали приказ уходить. Я вернусь туда еще. Обязательно вернусь. Она значит, сейчас передохнем. И у вас два выбора. Пивники, еще раз говорю. Донецкие вот эти, что на джипах тут со свистами ездят. У вас два выбора. Либо окопы с лопатами, либо передовая с автоматами. И опять же, я вернусь к тому, что любишь кататься, любишь саночки возить. Я бы, я конечно, не просто воин и солдат, но я бы на месте Стрелкова и на месте Губарева объявил бы, раз это ДНР, если это ДНР, я вообще в ДНР приехал, или куда я приехал? Если это ДНР, значит, объявляем полную мобилизацию, кто может взять оружие, значит, от 16 до 50 и уклонение от службы, согласно всем законам военного времени и объявляем военное положение. Вот так вот. И тогда будем наводить порядок. Кто увиливает от службы, ну, я бы, например, расстреливал. Я могу взять эту роль палача. Без угрензения совести. Ставьте сюда 10 человек, отдайте. У меня еще вот это вот РПК. Я вот уходил оттуда, я вам так скажу. Я оттуда, когда уходил, вот РПК, и там еще у меня в командорской машине лежит ПК. Оба записаны на мне. Ну, кто знает оружие, понимает, о чем я говорю. Вот эти два оружия, и плюс еще со мной было 1200 бронебойно-зажигательных снарядов, 1200, две ленты заряженных и рослиплю. Я это все принес сюда, со своим вторым номером. Было желание бросить 25 километров. Ну, вы знаете, это хороший урок. Теперь представьте, насколько в тыл я могу к вам зайти. На 25 километров я выйду со стороны Харькова пешком. И буду вас так там резать с ПК, что вы даже не будете успевать головы поднимать. И если будет мне дан такой приказ Стрелкова, даже зная, что я умру там, и это мой последний будет выход, я его выполню. Потому что Стрелков для меня, вот реально, после вот этого поступка, ну, он реально, вот я его как сын отца полюбил. Вот я реально увидел в нем именно отцовский поступок. Он вывел, он вывел вот этих малышей, понимаете, вот этих малышей, он вывел, потому что там либо вот такой малыш, либо дед 50-летний, который нес на себе, вы только представьте, шмели, по два шмеля, мужики 60-летние по два шмеля несли. Можете себе представить, что такое шмель? Опять же, военные знают, по два штуки. Еще тут муху, три мухи вот так вот. Сзади шмели, три мухи. Вот тут полные карманы патронов. В общем, все, потому что идем пешком. Идем пешком, выносим по максимуму. Что не выносим, уничтожаем. А вы вообще в курсе, что там сейчас в Славянске происходит? Ну, как бы в курсе. Ну, это опять же сарафанное радио, как бы одни говорят, как бы, что все нормально. Одни говорят, там, воюют. Что на самом деле, как бы, я смотрю интернет, я просто вижу, как вылаживают видео, как там наших ребят, которые не повыходили из окружения, просто тупо брали, расстреливали. Милиция, которая там была, их положили лицом в землю. Дальнейшая участь ихняя. Их просто куда-то вывезли, все. Никто не знает, где они пропали, куда они делись. А сколько там жителей оставалось приблизительно? Жителей там много. В Славянске, ну, как вам объяснить? Ну, оттуда же, я помню, уезжали, Святогорск их принимал, да? Ну, выезжали только те, к кому ехать есть куда. У кого деньги есть какие-то. А если, допустим, вот как в Семеновке, бабушка, дедушка, вот мы вывозили, мы помогали мирным жителям, искали машины, вывозили их в Николаевку. Мы вывозили, они даже сами не зная, куда они ехали. Просто, понимаете, многие там оставались, по той одной причине, им просто некуда ехать. Они, может быть, и рады были куда-нибудь уехать, но некуда. И то, что там, как бы, говорят, что о том, что украинская власть зашла, кто сам сегодня говорил, там заходят уже, пенсии дают, там им, а ты говорил, да, ну, это, где это? В интернете, да, там пенсии раздают, там, все нормально, они там пришли, там их встречают, да все это вранье. Я больше, чем уверен, что это все вранье, что их встречали с хлебом, с солью. Это, скорее всего, какой-то монтаж. Монтаж. Почему? Потому что, зная наших людей, славяне, пусть там не все, конечно, но большая часть, они поддерживали ополчение, они именно были за то, чтобы это тварь, даже не тварь, потому что тварь, тварь, это творение. Тварь, это какие-то понятия. Тварения, да, это бесы, бесы. Ты не называй бесницы именно бесы. Чтобы эти бесы не вошли на нашу землю. Просто жалко мне тех людей, которые там сейчас остались. Которые, то есть это женщины и дети. А вот этих пивников мне не жалко. Я бы их сейчас расстрелил. Там говорят еще ополченцы, некоторые не успели. Ушли все. Все ушли. Ушли, знаете, даже те, кто взрывали в мост в 6 утра там, уходили, и уходили все. Не ушли, знаете, кто, кто просто струсил. Мастер и Маргариту читали, вот там, самый страшный порог это трусость. Из-за трусости происходят все. То есть, трусость, выглядеть плохо, там, еще что-то. В общем, трусость это самый страшный порог. Вот они за свои трусости просто не пошли. А теперь они кричат, звонят втихую и help me, help me, ребята, помогите, выведите нас. Ну, выходите. Вот из-за трусости. Вот они не пошли, не за трусости, не выполнили приказ. Уходите. Вот они его не выполнили. Так бы они не... это вот честно, вот этот уход, это очень хороший боевой опыт. Потому что, так как я сам занимаюсь единоборствами, уклоняться и уходить тоже надо уметь. Есть такое единоборство, айкидо. Вот надо противнику иногда давать провалиться, чтобы его же потом, видите, про Стивен Стигала видели, то есть, бьет его чем-то сильным, да, там, бьет его там сковородка, и тут же эта сковородка вот так, в лоб. На! только еще сильнее, то есть, противника сила, и моя еще сила, то есть, в два раза сильнее. Вот этому надо уметь, это искусство боевое. Есть военное искусство, огнестрельное, да, то есть, это тоже. Вот сейчас противник провалился, он не может понять, а что теперь делать, и как быть. И все предатели, они повсплывали, понимаете, вот на воду, то есть, ну, всплыло. Вот, катяхи, они всплыли. Тут тоже шесть человек какие-то бежали, ну, информаторы, понимаете, они подумали, что сейчас будут их проверять, там, то есть, сливать, то есть, там, знаете, стукачи, вот, нельзя служить мамону и Богу. Вот, если человек вот неладный, то есть, вот, он либо этот путь выбирает, либо этот путь. Ну, я так скажу, укры, вы идете по темному пути, а темный путь приведет вас во мрак. Другого там нет. Есть белый путь, есть черный путь. Темный путь приведет тебя во мрак. Укр древний, это тебе, там, запиши.